Здравствуйте. Значит, хочется начать свой доклад в первую очередь с определения, что такое ЛИС для патанатомии. Вот мой коллега, предшественник, сказал, что ЛИС это в первую очередь база данных по врачам, по исследованиям, которые перегружены, которые содержат много лишней информации. Да, это правда. Исторически так сложилось, что, в частности в нашей стране и в мире, что вначале лабораторно-информационные системы приходили в клинико-диагностические лаборатории. То есть это был тренд создавать лабораторно-информационную систему для КДЛ. Соответственно, когда потребность возникла для лабораторных информационных систем для патанатомии, то ЛИС же, давайте мы этот ЛИС поставим и в другую лабораторию, патоморфологическую, либо микробиологическую, неважно. И поэтому создалось определенное мнение, что ЛИС для патоморфологии – это доделанный КДЛ, в котором ничего не адаптировано под специализированные процессы патоморфологии, и, соответственно, он неудобен, им сложно пользоваться. Единственное, что в нем делают – это максимум регистрируют образцы и пишут заключение. На самом деле это не так. ЛИС для патоморфологии – это в первую очередь автоматизация процессов патоморфологии, тех с той спецификой, которая в них закладывается. Все здесь сидят специалисты и понимают, что кроме слова «лаборатория», между клиникодиагностической лабораторией и патоморфологической очень мало общего. Конечно, она также выдает заключение, но абсолютно она делает это по-другому. Чтобы сделать правильно, корректное заключение, я приведу пример. С одним из клиентов мы общались, как раз-таки приходили такие специалисты по ЛИС, и они внедряли во всем учреждении, дошли до его лаборатории и говорят, «Здравствуйте, мы вам сейчас будем внедрять ЛИС, а где у вас прибор?» На что он говорит, «У меня сзади голова, вот сюда втыкайтесь, а там будете получать информацию». Собственно говоря, поэтому такое недопонимание происходит. Настоящий ЛИС для патоморфологии – это та система, которая, конечно же, в первую очередь обеспечивает переход на безбумажный документ и оборот. То есть, конечно, бумажное направление пока что в нашей стране никуда не уходит, она всегда приходит вместе с материалом, но его можно маркировать определенным штрих-кодом на начальном этапе, можно его сканировать в электронном виде с помощью потокового сканера и в дальнейшем уже работать с цифрой. Также лабораторная информационная система для патоморфологии обязательно должна включать вся маркировку всего материала, который происходит во время пробоподготовки. Да, мы прекрасно знаем, что диагноз врач пишет не по тому материалу, который пришел в лабораторию, а по материалу, который прошел определенное количество этапов, начиная с вырезки и заканчивая окрашиванием. И все эти этапы нужно контролировать. И на всех этапах, когда один материал преобразуется в другой материал, нужно делать корректную маркировку, чтобы не было путаницы материала в дальнейшем. Точно так же, как вот сейчас коллега рассказывал про трекинг, обязательно нужно контролировать все этапы прохождения гистологического препарата, когда он вырезался, когда он фиксировался, когда он проводился, заливался, нарезался, окрашивался. И правильная лица должна стараться все это делать. Соответственно, точно так же, правильно лабораторная система должна давать возможность ответственным людям на своем этапе контролировать качество препарата, пришедшего с предыдущего этапа И разбираться, почему препарат пришел такого качества и выявлять похожие препараты, которые, возможно, из-за сбоя прибора, из-за ошибки лаборанта, из-за каких-то плохих реагентов могли быть сделаны не только с этим образцом, но и с другими образцами Лабораторная информационная система должна централизировать всю информацию по пациенту Что я имею в виду? То есть, когда образец приходит к вам на исследование, помимо информации, которая есть внутри лаборатории, нужно получать клиническую информацию в каком-то виде Для этого нужно делать правильную интеграцию с медицинскими информационными системами и всю эту информацию консолидировать Точно так же по пациенту нужно сохранять информацию о его предыдущих обращениях если это не первичное обращение, и всегда иметь доступ до этой информации. Если мы интегрированы с системами работы с соображениями, будь то макросъемка, либо это сканеры стекол, то из лабораторной информационной системы эту информацию нужно получать точно так же с помощью одной кнопки. То есть это идеальная картина, когда вы взяли пациента и всю его информацию получаете буквально нажатием одной кнопки, в зависимости от того, что вам нужно. И, ну, что самое важное, конечно же, это получать статистику, как отраслевую, которую требует от нас Министерство здравоохранения, так и внутрилабораторную. Внутрилабораторная статистика может быть абсолютно разная, начиная с того, что контроль загрузки персонала, да, и контроль прохождения случаев, да, и время прохождения случаев, так и статистика по заказчикам внешним, статистика по изготовленным блокам, стеклам, в идеале статистика по расходованным реагентам. То есть все это должна делать лабораторная информационная система. То есть это должно быть то звено, которое выдает вам всю необходимую информацию по деятельности вашей лаборатории. Значит, ну тут мы как бы вернемся к тому, что было на предыдущем докладе Вот краткое представление, как выглядит из себя гистологический процесс На самом деле здесь даже не все указано, да, это устаревший слайд Потому что сейчас для гистологического процесса и для его автоматизации Появляются промежуточные этапы между вот этими На самом деле вот между этапом вырезки и, допустим, этапом проводки Сейчас уже мы, ну это мы работаем как бы и в принципе эта потребность возникает Это фиксация, когда и в каких препаратах была проведена фиксация препарата Во время вырезки, куда мы положили, как фиксировали, сколько фиксировалось перед проводкой Точно так же на самом деле можно получать с приборов статус, когда была окрашена И автоматизировать раскладку по планшетам То есть это тоже та работа, над которой мы сейчас работаем Чтобы когда врач получал планшет со стеклами на стол Во-первых, он мог быстро получить всю информацию Во-вторых, быстро разобраться, кто и когда изготавливал данный препарат Точно так же лабораторная система должна обеспечивать так называемые петли Когда мы, условно говоря, получаем первичный препарат, окрашенный гемотоксилиной азимом И нам нужно сделать дополнительную диагностику Эта система должна все позволять Она должна давать возможность врачу это сделать Она должна стрекинговой системе давать задания Чтобы лаборант на своем этапе гистологического процесса увидел Что ему нужно сделать дополнительную окраску либо дополнительную вырезку И четко понимал, что это не первичная вырезка А работа уже с аппаратом, который, может быть, находится во влажном архиве Если это дополнительная вырезка И мы тоже должны понимать, что этот образец находится во влажном архиве Либо искать те блоки, из которых нужно нарезать дополнительную окраску Помимо этого, лабораторная система должна все это в онлайн-режиме отслеживать И давать возможность руководителю лаборатории смотреть загрузку в онлайн-режиме персонала Рабочих мест На каком этапе у нас, условно говоря, сейчас находится больше всего образцов И, может быть, там надо усилить это и вообще контролировать И в идеале контролировать складские запасы То есть она должна оповещать о том, что у нас что-то заканчивается Прогнозировать закупку, анализировать, какие у нас расходы Потому что мы все знаем, что для того, чтобы правильно подать заявку на закупку Нужно отчитаться, сколько мы потратили, почему потратили Связать эти реагенты с количеством исследований, которые были проведены по различным видам материала То есть это все должна обеспечивать лабораторная информационная система Если мы говорим пока что без цифровых изображений А просто для ее рутинной работы Для того, чтобы в принципе лаборатория функционировала и была полностью автоматизирована Соответственно, все эти этапы, они как графически точно так же отображены В текстовом виде Опять же, у нас есть предварительный этап, когда мы изготавливаем препарат У нас есть аналитический этап, когда мы ведем исследование И, возможно, заказываем обратно на предыдущие этапы И есть на самом деле постаналитический этап То есть архивы бывают разные В идеале мы, конечно, все сейчас слышали о том, что классно получить цифровой архив Но пока что архивы у нас физические И для того, чтобы управлять этим архивом, нужно тоже правильно организовывать этот процесс И, конечно же, его желательно и нужно организовывать с помощью информационной системы Правильная лабораторная система для гистологии должна иметь возможность Архивариусу, человеку, который работает с архивом Правильно разложить блоки и стекла по нужным местам Удобно, быстро И в тот момент, когда ему нужно найти какой-то образец, блок или стекло Считав штрих-код направления, либо введя ID пациента Либо введя по фамилию пациента Сразу же быстро найти ему информацию, где находятся блоки, где находятся стекла И зафиксировать выдачу этих блоков и стекол Либо на руки пациенту, либо для научной деятельности, либо для чего-то еще И контролировать возврат данных препаратов, если это необходимо То есть блок архивирования – это тоже очень важный момент, который Лабораторная информационная система для патанатомии должна реализовывать На примере опыта, коль можно им делиться В частности, блок архива мы использовали не только для того, чтобы Текущие, прошедшие через лист препараты архивировать Но для того, чтобы оцифровывать информацию о старых микропрепаратах Которые уже хранятся в архиве, но пока что они в виде картонных Таких карточек написаны Соответственно, блок архива позволяет эти случаи заносить Вводить им электронный номер Печатать специальные этикетки То есть мы фактически маркируем эти карточки Мы маркируем эти блоки стекла штрих-кодами И имеем всю информацию, где находятся в том числе Старые архивные микропрепараты Ну и блоки, естественно Вот Какие преимущества получает лаборатория От внедрения лабораторной информационной системы? Ну, тут как бы все довольно-таки понятно Это обеспечение быстрой и качественной диагностики Потому что все те вещи, о которых я говорил до этого Если их правильно выполнять Если мы контролируем загрузку персонала Загрузку рабочих мест Если мы фиксируем качество на всех этапах Если мы можем быстро разобраться, почему плохое качество И исправить эту ситуацию То тогда мы переходим к быстрой и качественной диагностике Это вот к вопросу о том, что какая статистика Статистика, это статистика, скажем так Пересмотров, допустим, негативных в других лабораториях К примеру, когда вы это можете фиксировать Либо это статистика, когда вам там возвращаются И у вас даже внутри лаборатории при пересмотре Что-то произошло не так Я, если честно, по-другому не очень понимаю Как можно еще эту статистику получать Да, потому что Ну, все-таки это только разбор кейсов Которые были негативные Потому что если все позитивно, то мы считаем, что у нас 100% все хорошо Вот Соответственно, то же самое Это повышение производительности лаборатории Потому что можно собирать статистику не только в онлайн режиме Но и ретроспективно Правильно лабораторная система должна фиксировать каждый этап Кто его сделал, когда сделал И считать среднее время прохождения Случа по определенному из этапов А дальше с помощью менеджмента лаборатории Эти рабочие процессы оптимизировать За счет модернизации оборудования За счет усиления персонала За счет, может быть, изменения времени Когда этим занимаются логистикой Да, вот на определенных из этапов То есть, да, это очень близко к транспортной логистике Когда нужно искать бутылочные горлышки Внутри процесса Ну, повышение экономической эффективности В лаборатории, я думаю, здесь тоже объяснять ничего не надо Потому что если у нас на какой-то этапе Происходят простои Если у нас персонал недозагружен Если мы неэффективно используем реагенты То, конечно же, мы теряем деньги Как учреждение Мы неэффективно работаем С помощью статистики, с помощью контроля Экономическая эффективность увеличивается За счет увеличения экономической эффективности Мы приносим больше денег учреждению Мы, соответственно, можем больше денег просить на развитие Соответственно, ну и получение удобной оперативной отчетности Это как средство для достижения всех этих целей Значит, то, о чем мы говорили Вот как должно это все происходить То есть, правильная лабораторная система Для патанатомии Должна обязательно, как минимум, маркировать Вот эти вот препараты То есть, невозможно внедрять лабораторную систему для гистологии Где вы маркируете, допустим, только входящий материал А потом карандашом пишете на блоках Потом пишете карандашом на стеклах И в дальнейшем, как бы, вы пытаетесь как-то это все сопоставить Если мы говорим про правильный ПАУ Лис ПАУ и правильную автоматизацию Это обязательная маркировка кассет Обязательная маркировка микропрепаратов И невозможность пройти эти этапы И дойти до врача, пока мы их не промаркировали То есть, система не должна разрешать двигаться дальше И не должна писать заключение и все остальное То есть, это должны быть внедрены внутри системы регламент Обязательная маркировка Значит, важный момент То, о чем говорили, это эргономичное рабочее место Был очень хороший принтскрин Как бы система, как это есть в Палкоградской области Или где-то, не важно И как это должно быть Все верно У каждого специалиста должно быть ровно то рабочее место В котором он сейчас работает Не должно, условно говоря, у специалиста, который работает на микротомии Появляться информация, не знаю, с протоколом заключения Либо там, не знаю, там Какая-то другая информация, которая его не касается Для него должна быть информация Условно говоря, очередь Задач, которые необходимо ему выполнить И из этой очереди он должен видеть Тот набор стекол, которые ему необходимо изготовить И из каких блоков эти стекла должны быть изготовлены И в случае возникновения проблем с качеством Посмотреть, когда они были сделаны Кем были сделаны И возможно разобраться в этой ситуации Точно так же на рабочем месте вырезки Да, мы работаем Мы пишем макроописание Мы маркируем кассеты То есть печатаем их Указываем из каких они локализаций С каким количеством фрагментов И мы можем интегрироваться с системой макросъемки Сразу же можно писать там макроописание в системе макросъемки И выгружать ее в лабораторную систему То есть только нужная информация Очень важный момент, действительно О котором очень часто забывают Это эргономика рабочих мест с точки зрения железа Иногда просто физически некуда установить компьютеры И нужно искать какое-то совместное решение Ну банально просто там, не знаю Сканер стекол, сканер штрих-кода Нужно куда-то повесить Чтобы он не стоял на столе И все время светился Чтобы не надо было брать его в руку А только подводя штрих-код Автоматически происходило считывание Мониторы не всегда можно разместить на столе Иногда вешаем их на стены Отказ от клавиатуры, если это возможно Как бы от мышек То есть условно говоря На тех этапах, где у нас происходит Только фиксация какого-то этапа Там заливка, проводка Даже та же микротомия Нужно стремиться отказываться От дополнительного оборудования Вот И минимизация действий персонала То есть условно говоря Если можно решить задачу Только считыванием штрих-кода Нужно к этому стремиться Если можно условно говоря Считать штрих-код контейнера Куда мы сделали фиксацию всех кассет И указать, что весь этот контейнер Идет в такой-то стейнер, да, как бы к примеру То нужно считывать не штрих-код каждой кассеты А заранее подготовленного контейнера Куда мы фиксировали эти все кассеты И отмечали на предыдущем этапе То есть все это нужно подразумевать И совместно с лабораторией Совместно вот в этих группах О которых говорилось очень много Не просто предлагать готовые решения Говорить вот так А искать совместно с лабораторией Оптимальный путь Всегда нужно усовершенствовать свою систему Никогда не надо считать Что система, она вот Самая лучшая Она такая, какая есть И нужно навязывать ее всем Всегда нужно стараться Слушать заказчика И совместно с ним Работать над эргономикой Это важно Вот Соответственно Важный тоже очень момент О нем вот как-то мало говорят На самом деле Но это я вам могу сказать Наверное Ой Такая Главная боль Текущей информатизации И автоматизации Это вот интеграция Разнородных информационных систем Классно, когда там Много информационных систем Каждый отвечает за свою задачу А иди, пойди их интегрируй Потому что Каждая система Разрабатывалась Своим собственным разработчиком Со своим собственным видением Со своими там Информационными полями И всем остальным И чтобы это было удобно В этом нужно Реально разбираться И это вот Наверное Одна из самых тяжелых Частей Внедрения Лабораторной информационной системы То есть Подключить Условно говоря К информационной системе Какой-то прибор Если он подключаемый Да Будь то стенер Будь то принтер, кассет Или стекол Будь то даже системы Макросъемки Либо сканеры стекол Это понятная задача Это прибор Он имеет обычно Стандартный набор протоколов Эти протоколы поддерживают Ровно то, что может Сделать прибор А теперь мы говорим Про медицинскую систему Точно так же Там сидит Куча разработчиков Которые что-то адаптируют Вот для этого блока задач Под этот блок задач Условно говоря Вот у меня есть На примерах Да Наверное Половина лабораторий Которые мы запускали Вот эти люди Вообще Когда с ними говоришь Алис Они всегда говорят Так это КДЛ Давайте вы назначите тест И пришлете по тесту результат В виде текста Вот как бы такое понимание Вот здесь На уровне медицинской Информационной системы Когда ты начинаешь Объяснять Что это не просто тест Это макроописание Это описание микропрепарата Это окраски Которые были сделаны Это локализации И все это Если вы хотите получать Не в виде там PDF-бланка Что мы тоже в принципе Можем сделать Как выгрузку результатов А в виде структурированных данных Для дальнейшей отчетности Это должно у вас быть Тоже реализовано Как внутри системы Так и для того Чтобы это интегрировалось Ну Могу честно сказать В итоге В некоторых проектах Мы выгружаем Только PDF-бланки Как заключение Потому что Добиться вот здесь Вот как бы Этого сложно Но это реально Это все зависит От работы с заказчиком И сейчас Я могу вам сказать Что в связи С национальной программой Здравоохранения И в частности Цифровым контуром Вот этим Ребятам Обязательно Нужно будет Что-то делать Для того Чтобы интегрироваться И собирать Все результаты Лабораторных исследований Если раньше Условно говоря Мы заходили в проект И пытались уговорить Этих ребят То теперь Я верю в это Эти ребята Будут приходить к нам И будут пытаться Нас уговорить Чтобы мы интегрировались С ними Потому что Они обязаны Эту статистику Собирать Вот Ну и В завершении Да как бы Это опять же Мое мнение Ну я думаю Что его разделяет Часть сообщества Что на самом деле Правильная Лабораторная Информационная Система Для ПАО Это тот самый Первый шаг Для перехода К цифровому случаю К той самой Digital Pathology Все равно Заключение Вы пишете В лабораторной системе Вы все равно Вы даете на руки Пациенту Текстовое заключение То есть Ну в виде Заполненного Какого-то бланка Но для того Чтобы это делать Быстро Удобно С максимальным Доступом до информации Вам надо Лабораторную Информационную систему Интегрировать И все Здесь можно еще Систему телепатологии Сюда интегрировать Для того чтобы Из ЛИС Одной кнопкой Выгружать Ограниченную порцию Информации И снимки Которые вы знаете Где хранятся на сканере И отправлять ее На консультацию Специалистов И получать оттуда Информацию Здесь можно Интегрироваться С системами поддержки Принятия решения Если они как бы Будут интегрируемы Для того чтобы Условно говоря Прямо из лабораторной Системы вызывать Эту систему поддержки Принятия решения Прямо в ней Формировать заключение И автоматическом режиме Не ctrl c Ctrl v А по одной кнопке Получить его обратно То есть лабораторная система Она как раз Вот тот самый мостик К цифровому случаю То есть с него Нужно начинать Чтобы получить Вот условно говоря Тот самый Вот здесь Он из двух мониторов Иногда бывает Из трех Из четырех Это есть такой термин Сейчас уже В международном сообществе Устоялся Это digital pathology Cockpit Cockpit это кабина пилота Когда ты сидишь За кабиной пилота И у тебя куча Панелей управления Для того чтобы принять Правильное решение Как управлять самолетом Вот на самом деле У вас У патологов Это тоже Пульт управления Только не самолетом А диагнозом пациента Как бы И очень много Разнородной информации Которую нужно Собрать И написать Правильный диагноз Ну как бы Чтобы не вставлять провод в голову Вот Спасибо за внимание Спасибо большое Может быть есть у кого-то вопросы Ну тогда пока Аудитория Соображает Я задам вопрос Действительно Лабораторная информационная система Это мощные инструменты Аналитические Он позволяет Оценивать работу Подразделения Гораздо более детально Позволяет Отслеживать сроки И нам очень хотелось бы Чтобы Этот инструмент Вышел действительно За пределы Патолога Анатомической лаборатории И собирать информацию В том числе Скажем О времени Холодовой ишемии Это было бы оптимально Но в общем у меня вопрос к вам Вот такой С нашей стороны На этапе внедрения Лабораторной информационной системы Мы столкнулись с рядом Сложностей Это и формализация Логики Процесса С последующей Ее реализацией Вами Это работа В этом реализованном Проекте В этом интерфейсе Обучение персонала Это повышение степени Эргономичности Полученной системы И целый ряд Технических сложностей С которыми Мы столкнулись Вплоть до Особенности печати Штрих-кодов На кассеты Или стекла И читабельность Этих штрих-кодов Скажем После заливки На кассетах Залепленных парафином Есть масса препятствий Которых мы Не ожидали Когда мы вставали На эту дорогу Так вопрос Вот в том С какими вы Солкнулись сложностями С вашей стороны И как мы можем Вам помочь Или тот, кто Будет пытаться Внедрять лабораторно-информационную систему Вместе с вами Может вам помочь Их разрешить Ну Действительно Сложности были И они есть Они никуда не уходят Потому что На самом деле Мы расширяем функционал системы И пытаемся Все больше и больше Новых функций использовать На самом деле Первое, с чем Мы всегда сталкиваемся Первая проблема Я о ней вот сказал Это интеграция С медицинскими системами Очень сложно Достучаться До производителей Медицинских систем Чтобы они даже не просто Попытались понимать А хоть что-то начали делать В нашем с вами случае Нам еще более-менее повезло Мы смогли быстро договориться И на самом деле Это второй пункт Который нам очень помог Это наличие внутри лаборатории Ответственного человека Который координирует Коммуникации Разнородных команд Потому что для того Чтобы внедрить информационную систему У вас Было как минимум Три команды Это мы Как производители системы Которые ставили Это IT-отдел Который должен был Закупить все необходимое Оборудование Установить его на рабочие места Соединить в сеть Решить проблемы С этой сетью Которые постоянно возникают И соответственно Это производители Медицинской системы Даже четыре участника Еще и сама лаборатория С которой совместно Тоже необходимо Работать Организовать обучение Получать обратную связь На будущих проектах Я всегда говорю Должен быть какой-то Ответственный человек Со стороны заказчика У которого есть Рычаги управления Потому что Если такого человека нет То это превращается В пинг-понг То есть условно говоря Мы закинули Вы закинули Вы дураки Мы дураки Ну условно говоря Это если взаимодействовать С медицинской информационной системой И есть проекты Я не скрываю их Когда действительно Нам не удалось Интегрироваться С медицинской системой Причем по абсолютно В моем понимании Дурацким ситуациям Когда мы уже Технический протокол реализовали Его проверили И встало все На этапе того Что врачам В медицинской системе Неудобно Формировать направление И они отказываются Это делать Физически А производитель медицинской системы Говорит Ну это доработка Она будет через полгода Вот Поэтому очень важно Вначале находить Ответственного человека Внутри лаборатории В самом начале Садиться С медицинской Это самый сложный момент Это договоренность Все другие вопросы Они довольно-таки Быстро решаемые Даже старое Компьютерное оборудование Даже там отсутствие Этикеток Условно говоря Это все можно решить Но сложнее всего Решить Это интеграцию С медицинскими системами Спасибо большое Да Пожалуйста Следующий вопрос Позавчера С нами был Замминистр Который курирует Как раз Программу Онкология И мы много Говорили О цифровизации О замтоп-контуре То есть Фактически Мы сегодня Обсуждали Проблему Которую Министерство В лице Замминистра Признало Они не способны Были создать Одну Централизованную МИС Отпустили Этот процесс На периферию На периферии Каждая медицинская Организация Создала Свою МИС Через Закупила Скажем так Вот здесь У нас сидит Производитель Наши МИС Это не реклама Боже упаси Вы Производитель ЛИС А сегодня Идет цифровизация То есть Мы Столкнулись Проблемой Поженить ЛИС С МИС А теперь У нас Возникнет Проблема Поженить Все В стране МИС В единый Цифровой Контур При этом Эти МИС Потом придется Правильно ли я понимаю Хорошо что вы оба Здесь Переженить С ЛИСами И в конечном итоге Заставить их Работать В новой Информационной Системе Это не констатация Это вопрос Нельзя ли как-то Заранее договориться С Министерством О каком-то Едином Я полный Так сказать Даже не знаю Как сказать Профан В той Сфере Которую мы Сейчас обсуждаем О существовании Единого Некого протокола По которому Потом Этот же нить Будет происходить Менее безболезненно Ведь это Мало того Что это сложно Технически Я не готов Это обсуждать Это еще Огромные Финансовые затраты С каждым из вас Потом разговариваешь И вы начинаете Рисовать какие-то Цифры Которые Как бы Вам приходят В голову И обычно Они напоминают Это вопрос Нельзя ли Заранее Предупредить Этот процесс И каким-то Образом Воздействовать Договорившись О едином Протоколе Согласования Будущей Единой Цифровой Системы В стране Спасибо Ну Я здесь Наверное Отвечу Как бы там В ответ Точно так же Как наверное Можно было бы Выработать Уже давно Клинические Рекомендации Для диагностики Как бы Ну то есть Это процесс Который должен Кто-то инициировать И контролировать Курировать На уровне государства То есть Мы как производители Мы всегда открыты Мы свои протоколы Никогда ни от кого Не скрываем И всегда их предоставляем По первому запросу Причем Это не просто Технические Какие-то там Описания полей Это описание процесса Как это должно быть Организовано Но Мне кажется Это вопрос К Министерству здравоохранения Если честно И в частности К госпоже Бойко Елена Которая курирует Этот процесс Внутри Министерства Здравоохранения Что я знаю сейчас Про цифровой контур И как это будет Реализовываться До конца 2020 года С точки зрения Как раз Единого МИС Единого сбора информации На уровне регионов Спущена задача На уровне каждого Из регионов Вернее МИАЦов регионов То есть Отойти отдел Здравоохранения Условно говоря Министерства Внедрить Медицинские Информационные системы На уровне региона Они это называют РМИС Региональные Медицинские Информационные системы Которые Каким-то образом Должны со всех Медучреждений Собирать информацию Как о электронной Карточке пациента Так и Результаты Лабораторных исследований Правда В приказе написано Что это только Клиника диагностических Лабораторий Написано Вот Дальше Эти МИАЦы Инициируют сейчас Как раз тот самый процесс Собирают всех поставщиков На уровне своего региона И определяют Как они на уровне региона Это все поженят Но это невозможно было сделать Пока не стартовала Эта программа По цифровому контуру Потому что на всех Профильных конференциях Их всего две бывает В году По IT Это одна Армит И другая Там в космосе проходит ITM Называется Информационные технологии В медицине Все об этом много говорят Но нет ответственных людей Сейчас они появились И в рамках этого проекта Скорее всего Это будет реализовано Короткий вопрос Но я думаю Что актуально И связан Вот с чем Сталкиваетесь ли вы С проблемами Связанными С охраной персональных данных Для Не внутри учреждения Там все понятно Пациент пришел лечиться Подписал Что он готов На все И поэтому Патанатомия внутри Участвует В этом все А речь Когда идет Об исследованиях На аутсорсинге Либо когда люди Приходят с улицы Они делятся Своими персональными данными Медицинскими И прочим И в общем Это наверное Должно сопровождаться Либо Разрешением На эти персональные Передачи Персональных данных Так как они В нашей информационной Системе Появляются От конкретных Физических лиц Ну насколько я понимаю Да вот Может быть Меня здесь поправят Коллеги Даже если люди Вот Они и Петрова Приходят с улицы Они все равно Регистрируются Медицинской системе И подписывают Это заключение Ну Согласие О использовании Персональных данных И только после этого Препараты попадают К нам То есть они все равно Как бы Эту информацию Передают И подписывают Все То есть напрямую В лабораторию Не приходят Как бы Но ко мне приходят 95% 95% материала Даже 99% Материала В мою лабораторию Приходят Из других Медицинских учреждений А у вас договор Есть с этим учреждением Что вы оказываете услуги Естественно Ну а как же Конечно Естественно Ну я здесь Как бы не юрист Да как бы Потому что Это немножко Выходит за мой профиль Но либо этот человек Должен подписывать документ В том учреждении Что он разрешает Передачу Микропрепаратов Если он не приходит К вам физически Если же он приходит К вам физически То это все равно Ну юридически Больше вопрос Подписания Что вы эти персональные данные Используете для диагностики Так же Как вы приходите В регистратуру Любой поликлиники Первый раз И вас это Как бы Требует подписать Нет Это скорее Знаете Это вопрос К медицинским Все таки Информационным системам Потому что По большей части Именно они Решают вопросы Взаимодействия С людьми Непосредственно И с организациями Между собой Как таковыми Андрей в данном случае Представитель фермы Которая разрабатывает Лабораторные Информационные системы То есть это своего рода Сателлит Медицинских То есть они решают Частные задачи Структурного подразделения Учреждения в целом То есть скорее Это все таки вопрос Представителям МИС Я даже могу сказать Что у нас есть Пример автоматизации Коммерческих лабораторий Когда Ну полностью Коммерческая лаборатория Она оказывает услуги Как организациям Так и Физическим лицам Соответственно Как это тоже решается В любой коммерческой лаборатории Обычно пункты забора Это отдельные места Рабочие На которых фиксируется Забор материала Назначение услуги Контракт какой-то Подписывается Если этот человек пришел И там эти документы Подписываются Все равно Когда физический материал Доходит до лаборатории Он проходит Какой-то предварительный Этап регистрации И заключение Каких-то договоренностей С пациентом То есть это не в регистратуре Лаборатории делается Если вот говорить Про коммерческие лаборатории Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...